Гостеприимное для туристов, безжалостное для животных. Россияне в Турции спасают брошенных на улице собак. Наши соотечественники, которые перебрались в теплые края, в ужасе такого количества ненужных никому питомцев они больше нигде не видели. Одна проблема меня волнует очень сильно. Это отвратительное отношение к животным. Такого количества порогих собак на улицах я не видела ни в одной стране. Первую свою собаку я нашла абсолютно случайно. Здесь очень много выкидывают порогистых собак на улицу. После того, как с ними наиграются. Не могла пройти мимо и пришлось ее взять к себе. Но большая проблема очень в Турции. Когда вы снимаете квартиру, содержать собаку в этой квартире. Волонтеры подбирают голодных и грязных псов. И в первую очередь отправляют их на передержку. Некогда домашних любимцев берут все, кто может. Хотя разместить их в квартирах бывает непросто. Затем четвероногих готовят к путешествию и их отправляют в Россию. Каждый месяц до 15 турецких собак обретают новых хозяев в нашей стране. Наших собак мы отправляем в Россию. Фонды, которые занимаются породистыми собаками. Они готовы от нас принимать измученных животных. Потому что у нас есть животные, которые с боев. Есть животные, которые без лап. Над которыми хорошенько поиздевались. Часто задают вопрос, в России нет собак есть. Но как бы так получается, что и турецких собак есть кому спасать. Собак переправляют в Москву, Екатеринбург и Пермь. Там новых питомцев тоже встречают активисты и приюты. Собаки поступают в приют, проходит карантин. Далее их кастрируют, стерилизуют, дабы новые хозяева не могли разводить породу. Потом с ними тренируется кинолог, занимается кинолог. Далее их тестируют. На предмет того, что могут ли они проживать в новых семьях, есть ли у собаки агрессия, ну там много чего, много пунктов. И мы начинаем искать новые семьи. Ищем мы по всему Пермского края, так как сейчас в последнее время у нас появились инспектора. Это люди, которые могут контролировать содержание собаки полгода. Через полгода собака становится собственностью новых владельцев.